друзья мы продолжаем сбор ольхи сегодня у нас этот сбор прямо у святого источника поэтому я уж не могу сказать что она особо будет святая от того что все живет прямо на святой воде она здесь стекает вам здесь сток от источника и питается этой водой но тем не менее я хотел бы с вами конечно поговорить о том что такое святая вода поскольку все равно вот эти споры а как же она действует а как же она на нас влияет и почему ее потребление почему ее купание купание в ней несет какую-то пользу и мне кажется что в большой степени это свойствах воды ученые же очень хорошо разобрались сейчас уже в определенных ее свойствах и тем более в тех свойствах которые относятся к памяти воды относятся к ее структуре формирования и структуре сохранения когда она в лед превращается и они уже доказали что от того как к воде относится так и она несет себе положительную или отрицательную информацию там японские ученые очень много над этим работал но сейчас уже есть и другие ученые и в том числе российские ученые есть в мгу которые исследовали и доказали силу намоленной воды я сам видел эксперимент который на биохимическом факультете мгу производился когда они брали просто зерно это зерно очень сильно облучали радиацией и это зерно высаживали высаживали сначала часть не облученного зерна потом высаживали три части облученного земли зерна и вот они поливали их водой и 1 вода у них была простая 2 вода у них была святая а третью часть они вообще поливая еще и молились над этим ну то есть просили что господи дай вот этим растением хорошего значит роста и восстановления и что вы думаете вот так контрольная часть которая была не облучена радиации она выросла ну как бы нормальная часть которой была облучена радиации она просто корявенькой такая вот хиленькой там не все взошло часть которую поливали простой водой она тоже была ниже уровня того который нужно а часть которую посоливали святой водой да с молитвкой она выросла больше и лучше чем вот так первые опытные часть настоящий значит зерна которые не было бы лучину то есть представляете лучше оказалось что святая вода молитвка и все остальное не только излечили вот этот зерно они еще и дали ему дополнительную силу и энергии чтобы оно стало лучше чем было до полива и молитвы над ним вот это такая такая сила как действует святой дух в этой воде мы с вами конечно сказать не можем но то что вот эти ученые нашли и доказали что когда говорят с водой по-хорошему она кристаллизуется красивые звездочки то когда хоть говорят с ней по плохому она вся ломаной кристаллизуется снежинки из нее не получается так вот таким образом они доказали что при разном отношении к этой воде она несет различную информацию структуру больше того сейчас есть как бы исследование что она практически как память человеческой несет любую информацию любую информацию от того как говорится источника с которым она соприкасается и вот представьте вода в святом источнике сколько она здесь получает плохой и сколько хорошей вот такой информации и я вас уверяю что чем древнее как говорится источник чем больше его потребляют чем больше к нему приходят людей тем больше он естественно напитан хорошей этой информации лично я например вот этот источник когда в первый раз встретил это было году в девяносто третьем году вот он был такой ну плохонький так вот под заброшенный ну общего массового потребления просто кольцо такое каменное было и это кольцо здесь вот среди болота давала воду и что вы думаете начали мы его освещать мы его осветили начали мы его использовать этот источник начали здесь и молитвы и даже купанию нас вот здесь рядышком в этой воде крещение состоялись и очень много людей приходили и сейчас представляет такое ощущение вот я вхожу в этот источник я не могу в шапке в него войти я вхожу в шапке у меня у меня прямо неловкость то есть вот вот дух святой который в конечном итоге от всех этих молитвах которые мы сотворяли которые люди когда сюда приходят они же входят в святой источник они же молятся они же думают по-хорошему о господи думают а николай чудотворцы которые здесь в этом источнике кому посвящен этот источник и он конечно все это воспринимает и тем у кого как говорится лишку они делятся своими значит молитвами значит и своим хорошим состоянием своими хорошими эмоциями с источником значит им хорошо от того что они сюда пришли и поделились но тем кому плохо они сюда пришли попили вот этой воды с этой хорошей информации представляет сколько молитв помнит этот источник сколько акафистов там и крещенских каких-то значит освящений а ведь он самый древний считается что он с 1370 еще наверное раньше какого-то года существует но в 376 1 церковь построен наверно тогда я святили раз уж священник здесь появился представляете сколько за это время этот источник должен сохранить в себе вот этих всяких молитвах и всякой памяти хорошего отношения к нему поэтому на мой взгляд они вот этим отличаются то есть просто вода в ней все что хочешь может быть в том же озере у нас то значит машину помоет это пьяницы купаются и ругается хотя в него конечно стекает много святых источников у нас 1 2 3 4 точно прямо в него текут святых источника и конечно это добавляет много в него пользы но тем не менее вот рядышком источник в котором не купаются в котором вино не пьют вот здесь заходит с благоговением и с любовью к нему естественно должен делиться вы даже просто вот по структуре и по свойствам воды а уж то что делает святой дух это одному богу известно потому что чудес мы видим много всяких случаев мы видим много я надеюсь что и и вы можете рассказать такие случаи и я был бы рад их услышать и поэтому пользуйтесь пользуйтесь тем что есть но и дома и дома старайтесь вот такую воду тоже иметь намоленную там не всегда у всех есть это вода со святых источник я понимаю но вот просто взять воду и я бы даже все-таки рекомендовал поскольку тоже уже доказали ученые что вот пока она не замерзла в ней вся информация и плохая и хорошая грубо говоря значит но если она замерзла то информация стирается это интересно вот вот в лед превращается поэтому если вы хотите получить настоящий хорошую воду вот такую святую для себя вы просто возьмите заморозьте этой водички которые у вас есть ну там есть люди как учат замораживать вы в интернете найдете потом когда оттает помолитесь над ней попросите господа рядом с этой водой действительно по печенье вашего что болезни у вас от этой воды уходили чтобы проблемы какие-то решались когда вы эту воду потребляет я вас уверяю как вот сама вот вот это физическое сменится состояние этой воды так и духовные в ней поменяется и у вас может быть дома своя святая освященные вами вода вот так спасибо за внимание стоит камера на льду и к ней вот она где стоит вот какой у нас сегодня тот лед и спасибо вам за внимание здоровья всем радости аминь аминь